Здравствуйте, это рынки, в студии Алифтина Пинкальская. Центробанк роняет рынок или все же не сможет его уронить? Ставка повышена до 13% и останется на высоком уровне продолжительное время. Это уже не намеки ЦБ, а четкое заявление Эльвира Набиулиной. В теории, в таких условиях, облигации, да и даже банковские вклады могут поконкурировать со Сбером, с его доходностью 12%. Но с другой стороны, этой осенью российские компании выплатят полтриллиона дивидендов. Сможет ли это стать топливом для рынка или коррекция неизбежна? Если да, то до какого уровня? Подробно поговорим с экспертом, но вы напишите, пожалуйста, в комментариях, ждете ли коррекции, до какого уровня и какова ваша стратегия будет в этих условиях. Ну и вторая наша тема на сегодня, это Норникель, постоянный участник народного портфеля Мосбиржи, популярная бумага. Мировые цены на никель опустились до минимума более чем за год, ниже 20 тысяч долларов за тонну. Насколько это критично для компании, на грани ли это себестоимости и что будет дальше с котировками Норникеля, поможет ли сплит, все об этом обсудим и поговорим. Сначала вкратце о том, что происходит сегодня на рынке. Индекс Мосбиржи начал торговую неделю с небольшого роста, но вскоре, к текущей минуте, к середине торговой сессии, оптимизм немножко подрастерял, опустился в минус, правда пока незначительный, теряет рублевый индикатор порядка 0,1%. Из интересных отдельных историй отмечу падение бумаг ОК в моменте почти на 3%. Компания публиковала финансовые результаты за первое полугодие текущего года и зафиксировала она чистый убыток в размере 3 миллиардов рублей против чистой прибыли в полмиллиарда годом ранее. Растут расписки ВК, сегодня бумаги последний день торгуются на Мосбирже перед временной приостановкой торгов в связи с средой мицелляции с британских и фиргинских островов в Россию. Также сегодня продолжает снижение акции Алроса, во-первых, конечно, это слабая ценовая конъюнктура на рынке, ну и плюс вот эти постоянные разговоры, которые активизировались в последние недели насчет возможного запрета стран Большой Семерки на импорт российских алмазов. Ну и также отмечу рост в бумагах транснефти. В пятницу прошло заседание Совета директоров, на повестке был вопрос о сплите, дроблении акций. Напомню, сейчас одна бумага транснефти стоит 148 тысяч рублей, так что сплит, конечно, потенциально расширит базу возможных инвесторов, но официальный результат этого заседания Совета директоров не объявлен, но сплит весьма вероятен. Что касается валютных торгов на сегодня, то рубль умеренно укрепляется и к доллару, к евро. Американская валюта торгуется в районе 96,5 рублей, европейская почти 103 рубля. Ну а мы переходим к нашей первой теме – российский фондовый рынок. И с нами на связи Игорь Даниленко, управляющий директор «Ренессанс Капитал». Игорь, здравствуйте. Добрый день. Итак, в пятницу ставка была повышена до 13%. Что удивительно, рынок отреагировал на это решение ростом, да и сегодня в понедельник. Ну, конечно, вот в отрицательной территории у нас рублевый индикатор, но тем не менее падение всего 0,1%. Но мне кажется, что это странная реакция. Вы как считаете? Ну, в каком-то смысле, да, ЦСБ повысил ставки, но рубль все равно торгуется, по сути, на минимумах в этом году по отношению к другим валютам. То есть, на самом деле, мне кажется, что нужно для коррекции, мы должны увидеть некое укрепление рубля, которое является таким запоздалым реакцией на ставки. И тогда, я думаю, действительно это будет, приведет к некой коррекции, особенно некоторых экспортных отраслей. То есть, коррекция неизбежна на российском рынке акций? Ну, смотрите, просто акции, которые предлагают 13% в следующем году, если мы не смотрим на этот год, не так много. И поэтому действительно появляются более привлекательные альтернативы как в коротких ставках, так и в каких-то более длинных инструментах с фиксированной доходностью. Ну, я знаю, что эксперты не любят отвечать на какие-то конкретные вопросы, но тем не менее спрошу вас, Игорь. А ждете коррекции до каких примерно уровней по индексу Мосбиржи? Насколько глубокий может быть этот процесс? Ну, я думаю, что это напрямую, как я сказал, связано с рублем. Я думаю, что возможно там 10, даже 15% укрепления рубля до конца года на фоне очень высоких рублевых цен на нефть и на фоне действительно высоких ставок и то, что мы входим в сезон на более лучший период, чем лето. И я думаю, что примерно такая же возможная коррекция на фондовом рынке, если мы говорим о рублевых цен на акции, там 10-15%, потому что действительно рынок очень сильно вырос, если мы говорим о майксе, там почти 50%. То есть, словно говоря, 10-15% от текущего уровня, сейчас у нас 3,100, условно говоря. Вот как опуститься к 2,900-2,800, можно уже начать добирать? Конечно, зависит от рубля. И, ну, опять, цены на нефть, они имеют значения. Но мы сейчас видим ситуацию, когда, по сути, рубль вообще не укрепился, а цены на нефть значительно укрепились с июня прошлого, этого года. И это действительно, ну, по идее, должно иметь какие-то запоздалые эффекты на рубль. Игорь, смотрите, ну вот в теории считается, да, что повышение ставки ударяет по наиболее закредитованным компаниям. Сейчас ставка действительно на высоком уровне, опять-таки сохранится на таком уровне на долгосрочный период. Об этом четко уже заявили в ЦБ, для тех, кто не понял в августе, после внеочередного заседания. Вот, скажем так, топ-3 компании, у которых довольно большой долг, и которые, на ваш взгляд, могут оказаться под давлением вот в текущих условиях при высоких ставках. Или в целом повышение ставки на их уровень, выплат по кредитам не сильно зависит, ставка зафиксирована. Вообще можно как-то проанализировать это? Ну, смотрите, на самом деле многие компании не могли платить дивиденды, на самом деле снижали свой долг. То есть, если мы говорим об общей долговой нагрузке, на российском рынке она снижалась, потому что компании выплачивали свой западный долг, когда могли, и, собственно говоря, некоторые компании не платили дивиденды. Если говорим в среднем, ситуация, на самом деле, достаточно здоровая, даже если мы подставим более высокие ставки. Понятно, что наиболее чувствительные девелоперы будут, несмотря на то, что они фондируются за счет предпродаж проектов. И это мы почувствуем не сразу, а когда действительно начнет действовать регулирование ЦБ, связанное с льготной ипотекой, с октября. А далее в следующем году, я думаю, мы увидим реальное падение продаж, с учетом того, какие объемы в этом году вводились, и какие объем выдачи был по ипотеке льготной и обычной. Есть такие компании, как InVideo, которые должны снижать долг, и они очень сильно увеличили обратный капитал из-за особенностей бизнеса. Вот они будут, им будет сложно рефинансировать дешево долг. То есть вот основная проблема для компаний, у которых есть короткий долг рублевый, и они должны выйти на рынок в ближайшие 6-9 месяцев, потому что, скорее всего, ставки, как ЦБ говорит, останутся на этом уровне. Ну да, вот как раз в августе, я думаю, это было отчасти совпадение, отчасти, возможно, нет. У InVideo вышел плохой отчет, плюс ставка была повышена, и произошли большие проблемы с облигациями InVideo, нарушение ковенанта. Стали торговаться они с большим дисконтом, повышенной доходностью. Повторения с другими компаниями, вот таких же историй, как с InVideo, ждете? С более слабыми компаниями, безусловно. Безусловно. То есть я не сказал бы, что можно найти что-то такого рода сильно в первом-втором эшелоне, но, безусловно, с более слабыми компаниями, которые, по сути, выигрывали от ослабления рубля сильно, и ситуация может развернуться против них. И, как я сказал, важна именно структура долга, у кого есть много короткого долга, который они рассчитывали пересанцировать по 8. Какого короткого долга из эмитентов каких-то можете назвать? Или это трудно сейчас так, на вскидку? Ну, все девелоперы достаточно коротко занимали. То есть вот если мы говорим, да, есть там Pioner, есть там другие какие-то там компании, не самые крупные девелоперы, да, вот у них, мне кажется, будет рефинансирование, ну, как будто вопросов. А между тем, что, да, девелоперы сейчас, наоборот, у многих довольно позитивный взгляд на застройщиков, особенно тех, которые работают там в эконом-сегменте, из-за того, что льготная ипотека-то у нас осталась по-прежнему 8%, ажиотажный спрос в августе, в сентябре еще данных нет, ну, как-то все массово скупают квартиры. И кажется, что наоборот, возможно, могут стать и бенефициарами текущей ситуации, нет? Да, но это временно, это до того, как регулирование ЦБ вступит там 1 октября. Это, по сути, стимулирует, по сути, это сами банки. Они говорят, это последний там или предпоследний месяц, покупай пока дешево. И, ну, собственно, основная часть льготной ипотеки закончится в июле следующего года, и это тоже повлияет. То есть мы, если мы говорим о горизонте чуть дальше, то, безусловно, ну, следующий год будет более сложный для девелоперов. Ну, вот я видел, вы показывали график еще Сегежи. Сегежи просто вопрос незагредитованности, вопрос бизнеса, сильно упали цены. Им тоже придется рефинансироваться. Ну, к счастью, у них есть сильный акционер. Но, действительно, ситуация, как бы, даже с таким словом, рублем для них не очень комфортная из-за глобального падения цен на их продукцию. Хорошо, Игорь, вот явные пострадавшие, возможные потенциально пострадавшие от высокой ставки, девелоперы, на ваш взгляд. Есть ли сектор, компании отдельные, которые довольно себя, наоборот, комфортно чувствуют при повышенной ставке? Ну, возможно, это банки. Очевидно, у нас кредитование в какой-то мере же будет продолжаться. Конечно, ЦБ пытается его приглушить этими мерами. Но, тем не менее, где брать еще, кроме как в российских банках? Зарубежные-то не дают больше. Ну да, то есть, безусловно, Сбербанк до сих пор предлагает очень высокую дивидендную доходность. Более спекулятивно ВТБ, потому что вряд ли они прям быстро смогут вернуться в выплате дивидендов. Но, тем не менее, у них тоже очень хорошая динамика. Ну, Мосбиржа, безусловно, выигрывает от этой динамики и восстановления, в том числе, объемов торгов на российском рынке. А выигрывает, я думаю, ренессанс страхования. Потому что, по сути, это тоже финансовый бизнес, который очень быстро может больше зарабатывать на коротких ставках. У них там обязательства порядка года-двух максимум длина. Поэтому, вот, все бизнесы, лизинг, наверное, нет. У нас нет, наверное, чисто лизинговых компаний на фондовом рынке, потому что там могут быть более сложные ситуации. Там может быть большое кредитное плечо, где нужно рефинансироваться. А вот эти четыре компании точно, мне кажется, выигрывают. И тут, возможно, даже увеличение дивидендов в следующем году. Игорь, последний вопрос, если можно коротко, такой извечный, бесконечный. Что с рублем? ЦБ сделала выбор повышать ставку, валютные ограничения не вводить. Ну, не ЦБ, скажем так, власти. Вот такая конфигурация, на ваш взгляд, как-то сильно поможет нацвалюте? Мне кажется, ЦБ понимает, что эффект высоких цен нефтяных, он идет с лагом. И они понимают прекрасно в счетном квартале, что экспортная выручка сильно вырастет и продажа валют на российском рынке. И они просто повышением ставки покупают время, чтобы дать сигнал рынку, что ситуация скоро стабилизируется. И предпринимают, мне кажется, правильные меры с точки зрения сигнала. Они понимают, что банки не могут сразу резко остановить кредитование, и, наверное, это было бы плохо. Но, мне кажется, правильные меры, просто не все происходит за один день. И я думаю, что мы увидим ближе к концу года некоторые укрепления рубля. Некоторые – это сколько? Как мы говорили, 10-15 процентов. Я думаю, что это вполне возможно. Спасибо большое, Игорь. На связи был Игорь Даниленко, управляющий директором «Ренессанс Капитал». Обсуждали мы российский фондовый рынок и рубль, влияние ставки. Ну и наша вторая тема – это никель. Норникель в начале марта 2022 года, полтора года назад, цена на никель на лондонской бирже металлов обновила исторический максимум. Она достигла 48 тысяч долларов за тонну, а потом она подскочила в моменте до 100 тысяч долларов за тонну. Это привело к остановке торгу. Вообще, это темно-никелевая история. Но, тем не менее, после этого пика цены начали постепенно-постепенно снижаться, и вот сейчас уже упали ниже 20 тысяч долларов за тонну. Какое влияние это оказывает на норникель, и что будет дальше с корзиной металлов в выручке? Поговорим с Борисом Красноженовым, начальником управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка. Борис, здравствуйте. Добрый день. Насколько для норникеля чувствительно такое падение цен на никель? Вот у нас есть тоже данные по структуре выручки компании по металлам. У нас никель не первое место занимает вот в этой корзине, но, тем не менее, довольно ощутимое. Для норильского никеля объективно динамика цен на никель важна и чувствительна. Про цены, когда они были близко к 50 тысяч долларов, а дальше это скачок на 80 тысяч. Это был, скажем, такой спекулятивный очень уровень на очень короткое время. В реальности цены на никель начали свое движение вниз, так с фундаментального уровня, где-то 30 тысяч долларов плюс за тонну. И сейчас они действительно находятся на уровне около 20 тысяч долларов за тонну. Ну, фактически 20 тысяч. Если говорить про норильский никель, то каждая тысяча долларов по цене никеля при производстве 200 тысяч тонн, соответственно, где-то равна 200 миллионам долларов по EBITDA. Но если мы говорим в рыночной терминологии, умножая на мультипликатор, 4-5 EV и EBITDA, то это где-то каждое тысяча движения вверх или вниз забирает или добавляет грубо 800 миллионов до миллиарда долларов по EV. Ну да, чувствительная вещь, но надо отметить, что норильский никель, когда цена была 30 тысяч долларов за тонну, то там, наверное, рубль у нас был где-нибудь в районе 55-60 в том направлении. Был гораздо сильнее. Сейчас рубль у нас выше 95 плюс, 96 и цена 20. Поэтому если мы смотрим с точки зрения рублевого эквивалента, то, в общем-то, там, где сейчас торгуются норильские никели, цена такая обоснованная. Потому что если бы сейчас у нас никель стоил, допустим, 30 тысяч долларов за тонну, а курс был, соответственно, в районе 95-96 к доллару, то, по идее, тогда у нас бумага должна была стоить, наверное, ну, как минимум процентов на 25 выше. Ну, между тем, у нас на Мосбирже, ну, не то, что прямо является аутсайдером года, но явно не показывает такой феноменальный рост, как там другие компании, другие экспортеры в том числе. Хотя вот вы сейчас разложили, в целом все как бы несплохо складывается. Это какое-то негативное ожидание дальнейшей динамики никелевых цен? Или чем объясняется? Я думаю, что дальше для цен на никель пойти далее вниз будет достаточно проблематично, потому что мы где-то сейчас уперлись в так называемую кривую себестоимости. То есть себестоимость для самых неэффективных производителей никеля, ну, скажем, это в районе 19-20 тысяч долларов за тонну. То есть это называются маржинальные производители. Поэтому дальше вниз двигаться будет, наверное, сложно. А вот относительно движения вверх, здесь интересный момент. В целом никель где-то потреблялась в прошлом году 3 миллиона тонн в мире. Соответственно, прогноз норм никеля был, что в следующем году мы выйдем на потребление в районе 3,5 миллиона тонн. Соответственно, надо добавлять мощности, потому что никель 65% потребляется для производства нержавеющей стали, а там динамика очень, скажем так, положительная, даже бодрая, особенно если посмотреть цифры за август в Китае. И, соответственно, где-то 15% никеля потребляется для аккумуляторных батарей, то есть в сегменте электромобилей. И в целом никель используется в более чем 50% аккумуляторных батарей, если мы смотрим на их технологию. Тогда возникает вопрос, пока, да, есть определенный профицит на рынке, он небольшой. Где-то на риске никель оценивал 150-200 тысяч тонн, относительно годового употребления 3 миллиона тонн. Опять же, запасов никеля в мире очень мало. 5 мировых запасов, которые лежат на стадах бирж, это где-то там 5-7 дней. Поэтому, скорее, если экономика будет развиваться мировая, особенно если мы говорим о положительной динамике в китайской экономике, в сегменте электромобилей, нержавейки, и с учетом того, что новых месторождений по никелевых месторождений, особенно так называемого премиального никеля класса 1, их фактически сейчас нет в пайплайне, то, в общем-то, я совсем не удивлюсь, если мы увидим, скажем так, положительную динамику в сторону 25 тысяч долларов за тонну, ну, скажем, на горизонте 12 месяцев. Борис, вот в красе, да, у нас мало времени остается, ведь в структуре выручки норникеля у нас никель на третьем месте, до этого по ладе иметь. Что вот с динамикой цен на эти металлы, если вот как бы именно оценивать как компанию, именно по выручке грядущей? По ладе стабилизировался в районе 1200-1300 долларов за унцию, я думаю, там где-то и будет торговаться. По МИДе, похоже, будет наблюдаться в ближайшем будущем серьезный дефицит. Пока находимся, ну, 8500, но это, опять же, близко к его себестоимости, так что, я думаю, динамика тоже может быть, скажем, скорее вверх. Спасибо большое, Борис, в целом такой за оптимистичный взгляд на металлы норникеля ГМК. С нами на связи был Борис Красноженов, начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка. Обсуждали мы минимумы мировых цен на никель и перспективы ГМК.